всем привет как всегда благодарю вас за то что смотрите эти ролики за то что слышите мои слова и за то что пишите комментарии комментарии читать одно удовольствие я сегодня читал комментарии под роликом о пластинке майлса дэвиса дубов получил истинное наслаждение и вот о чем я подумал когда я читаю комментарии под роликами посвященными тому или иному музыканту а точнее даже не под роликами а под ну под с клипами под альбомами до каких-то определенных групп и когда я читаю западные комментарии они все очень позитивные я не знаю почему так получается все пишут люди которым нравится эта музыка и они обсуждают и пишут когда впервые услышали этот альбом какой впечатление на них он произвел а наши почему-то в 50 процентов это все все хает всем все не нравится все плохо и сыграно не так и записано плохо и продюсер говно и и и и гитарист не очень и вообще это все вторично все это было все это сыграно и вообще зачем это надо и зачем эти музыканты записали этот альбом какого черта не надо им было записывать эту пластинку сидели бы дома и все все уже сыграно что это такое ребята я не понимаю почему вы отказываете музыкантам во-первых играть то что им хочется и записывать то что им хочется вот захотели за придумали отрепетировали записали выпустили альбом ваше право слушать его не слушать его но почему музыкантам то нельзя этим заниматься я вот никак не могу этого понять объясните мне где-нибудь напишите почему почему нельзя артистам играть собственную музыку на ваш взгляд почему вы решаете что этот музыкант и ему хватит он должен остановиться почему вы решаете это хочется сказать кто вы такие ну действительно что с какой стати ребята я не понимаю и конечно сплошные баталии идут на тему современного так называемого прогрессивного рока я никого не хочу обидеть заметьте я с любовью все это гряще людей люблю всех всех да начнем современного прогрессивного так называемого рока я уже говорил что я не люблю стилевые определения использую их в этих роликах ну для общения для того чтобы было понятно о чем я говорю потому что я не использую эти стилевые все определения когда я слушаю музыку для себя я вообще не разграничиваю музыку тяжелый рок не тяжелый рог там прогрессивный непрогрессивные я я слушаю только музыку меня даже и название групп зачастую не интересует так вот по поводу современного прогрессивного рока совсем все плохо совсем все плохо в комментариях я имею ввиду что это все вообще не нужно это все уже было сыграно и это не нужно не нужно не нужно и не нужно и слушать это нельзя это скука это плохо и непонятно зачем вообще это все делается выше я уже сказал зачем затем что музыканты хотят играть и играют больше незачем я вас уверен и обнаружил я ролик свой собственный посвященный группе опыт с 1 года два назад я рассказывал про эту пластинку ну то есть что знаешь рассказывая свои впечатления рассказывали и в этом ролике я обещал что-то такое говорил что поговорю и о следующем альбоме следующий альбом у меня тоже уже года три лежит стоит точнее на полке его слушаю вот этот самый вот этот со сложным латинским названием которые никак не могу запомнить инкауда вениным вениным называется он с трудом запоминаю его просто я когда я слушаю просто беру с полки и слушаю даже не читаю это название яд в хвосте он переводится на сколько я знаю дословно вот а по-латински мне сложно я по-английски не очень но вот этот альбом на мой взгляд он еще лучше чем sorceress и на мой взгляд он является одним из самых замечательных альбомов так называемого прогрессивного рока современного это 2019 год но это уже не современная музыка до 5 лет назад все таки большой срок уже много новой музыки вышло с другим звучанием и прочее прочее но если говорить о классическом так называемым вот этим вот этом сложном в развитии фантазийном таком уроке то это пластинка одна из лучших на мой взгляд и все любители есть дженесис и прочих вандер граф генераторов они по идее должны бы были этот альбом любить все они любят я читаю же как сказать рецензии комментарии они любят эту пластинку и она во всем мире в общем-то очень хорошо было принято в отличие от наших замечательных меломанов которые как как всегда все разносит в пух и прах а это повторы это все одно и то же ребята это совсем не одно и то же это совсем другая музыка это далеко не есть далеко не дженесис и далеко не вандер граф генератор и даже не кинг римсом ну я могу сказать что это шаг вперед на самом деле потому что потому что это реальный шаг вперед это совершенно другой звук совершенно другие приемы игры на инструментах на разы было бы странно если бы их не было потому что люди то развиваются люди растут и овладевают новые те новыми техниками до новыми приемами и композиторское мышление тоже уже другое потому что время другое время изменилось и уже нет таких вот дженесиса образных построений даже группа е сыграет уже другую музыку совсем нет совсем не такую как 7 втором году что уж говорить но это в чистом виде продолжатели того же направления сложного рока который все время идет внутри себя вперед все время ищет новые какие-то повороты новые дорожки новые тропинки новые средства передвижения я бы даже роком это в общем уже не называл потому что это просто музыка это просто современная музыка просто классная современная музыка но опыт да опыт то еще ругают же за что за то что они перри перестали играть этот как это называется какой-то замогильный металл с этим рёбом да как называется growling да и люди пишут ахахах growling growling я где-то написал так там что то что мне очень нравится опыт без growling пишу growling это такие сложнейшие вокальные техники вы ничего не понимаете там человек учился десять лет чтобы так петь но growling это никакие не сложнейшие вокальные техники начнем с этого growling может любая девочка научиться это нужно поучиться до две недели и любая девочка будет рычать также как господина керфель рычал когда-то я не скажу что так как просто но никакого такого как сложно там тоже ничего нет в интернете полного роликов как учиться growling я сам пробовал все получается но это надо время надо потратить там пару недель все время этим заниматься и будете рычать очень тихо для growling нужно очень хороший микрофон вот что я скажу первое первую очередь остальное приложится но вот этот альбом я уже говорил что на мой взгляд это одна из лучших пластинок современного так называемого прок рока и garden of the earthly delight первая вещь даже не назвать ее песня первая вещь которая начинает этот альбом это такая тысяча процентная современная музыка можно услышать там отголоски современно звучащего tangerine dream современного именно я подчеркиваю третьего тысячелетия не того tangerine dream а то что играет сейчас вот эти арпеджио клавишные тоже вот эти вот звуки вот этот вот этот космос и вот эта вот история такая начинается детские голоса волшебные какие-то космические и вроде как бы это и не опыт но потом понимаешь на вторую вещь и три минуты первая вот эта штучка длится космическая и она так уже настраивает тебя на то что сейчас будет space настоящий space настоящая серьезная музыка и dignity 2 номер он уже убеждает на в том что мы слушаем группу опыт тяжеленные гитары 2 тяжеленный бас тяжеленные клавишные атомные барабаны совершенно и широченные рифы окерфельда широченные торжественные чем что я хочу сказать про губ опыт то в ней нет абсолютно того что я терпеть не могу то есть в ней нет пафоса несмотря на то что все страшно торжественно широко громко но это не пафос это именно торжественностью есть разница между пафосом дутом разбудом и торжественной красивой музыкой вот почувствуйте разницу послушайте эту пластинку и вот эта вещь dignity она торжественно-то торжественно но она на современном совершенно груве механистичным играется не никакие прогрессивные так называемые группы 70-80-х не играли такую музыку механистичный современный чуть ли не цифровой такой вот приходит на ум сразу цифры какие-то такой вот грув лежит по мне внизу всего полотна при том что пластинка записана вся на аналоговом оборудовании никакой цифры здесь нет цифры только в компакт-дисках полностью аналоговая запись аутентичные инструменты настоящие никаких там штучек нет но все безумно красиво и как всегда опыт не знаю насколько как всегда я кстати я не помню жить тяжелые пластинки всякие но по крайней мере здесь нет ни одной песни которая заканчивалась так как она начинается все номера состоят из нескольких частей и dignity в том числе после вот этого страшного механистической механистического вступления кусочки с акустической гитарой цвет снизу синтезаторы лежат все очень красиво и очень красивые мелодии очень много куск в каждой вещи есть части со сложными вокальными мелодиями с трудно просчитываем ими ритмическими построениями размеры приходится высчитывать а мне три четверти а там восемь четверти или семь четверти или 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 семь восьмых везде вот это все наворочено при этом вокальные мелодии вдруг из сложных и угловатых переходят легко усвоимые усвояемые усваиваемые приятные в хорошем сути поп-песни просто которые ложатся на ухо на душу там дега ротор например произведение которое у нас находится на третьей стороне на втором диске последняя она начинается с классической акустической гитары и потом переходит вот этот странный размер который нужно высчитывать играется в басу в барабанах а вокальная мелодия такое ощущение что в другом размере поется она легко очень считываем и она очень приятная нежная и меланхоличная такая волшебная просто вот просто хит хитов что называется но здесь heart and hand третья песня напоминающая небольшую такую какую-то оперу из нескольких частей там и пост потусторонние голоса и и всякие странные вещи ха 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 какие-то таинственные звуки которые звучат из космоса или из лесной чаще и все это конечно чрезвычайно интересно мне очень нравится песня на первое на третьей стороне шарлатан безумная тяжелая тоже начинается тоже таинственно а потом переходит то что мы любим в гитарный рок со сложными рифами с широкими как всегда опыт громко торжественно и не пафосно и очень как-то все по-человечески сыграно очень сыграно придумано написано очень как-то все от души такой еще и хотя музыка очень сложная так если начать ее копать там там у гугу что наворочено universal truth следующая вещь после шарлатана это вообще набор каких-то в хорошем смысле набор мелодий средневековых с акустической гитары с синтезаторами да с перкуссиями с чудесными звуками очень трепетно спето все и вот играется этот кусочек поется средневековой потом бабах начинается торжественная часть с прекрасными соло на гитаре электрической аккерфельда потом раз опять начинается вот это вот средневековье все время не дает скучать и весь альбом такой настолько у нас это хорош просто поверьте мне я много чего слушал своей жизни плохого не посоветую короче говоря это пластинка опыт 19 года вот такая вот такая просто так что я пошел пить и еще разик послушаю сейчас это альбом пока